Привет, дорогие подписчики и зрители канала! Меня по-прежнему зовут Артур, и это последнее видео уходящего года на канале, в котором мы с вами поговорим о том, каким этот год был, каким этот год был для канала, каким этот год был вообще в нашей жизни, во что мы поиграли, собственно, по основной тематике, по большей части, но тем не менее поговорим обо всём. И в первую очередь я бы хотел сказать вам большое спасибо за то, что весь этот год вы были со мной. Возможно, кто-то пришёл попозже, возможно, кто-то пришёл сильно раньше, потому что мы этим занимаемся уже 4 года. Офигеть! По-моему, просто обалденный срок. Мне очень приятно то, что меня реально двигает вперёд в плане развития канала. Это не какое-то там желание выпустить видео, не какая-то там жажда внимания или чего-то подобного. Для меня самое главное – это ваша поддержка, то, что вы пишете в комментариях. В последнее время мне вообще очень нравится в комментариях с вами общаться. Это именно то, ради чего стоит возвращаться на YouTube лично для меня. И поэтому я хочу сказать вам большое спасибо за то, что смотрите меня. Постараюсь не разочаровывать вас и в следующем году. И сейчас я хочу с вами провести небольшой опрос. То есть, как вы помните, если вы уже находитесь на моём канале некоторое время, то, собственно, мы каждый год... Последнее видео на канале – это подведение, собственно, итогов и выбор видео... Ой, видео, господи. Тьфу. Я сегодня забегался с этими новогодними суетами. Суетами – есть такое слово? Короче говоря, мы с вами сейчас будем выбирать игру года. Но не игру года для меня, не игру года для канала. Мы будем выбирать игру года для каждого из вас по отдельности. То есть, каждый из вас сейчас написывает свою игру года, а лучше три игры года. Потому что желательно не ставить их там, какая лучше, какая хуже и что-то подобное. То есть, три игры, которые вам в этом году понравились больше всего. Не нужно говорить, какая из них лучше, какая из них хуже, потому что там начнётся... Вот, мне там понравился Alien Isolation, но Dragon Age больше там. Или Forza понравилась больше, чем Dragon Age. При том, что сравнивать, скажем, Dragon Age и Forza, при том, что одна гонка, а вторая гринделка – это, ну, немножко странно. Так вот, пишите в комментариях, будет очень интересно почитать. И уже на основании вашего вот этого волеизъявления народа, можно так сказать, мы с вами выберем какую-то игру года для канала. Но это будет уже попозже, наверное, в следующем пятничном подкасте, который будет уже, я так понимаю, не знаю, там, через неделю, во вторую пятницу нового года и тому подобное. Чёрт его знает, короче говоря, в ближайшее время. И я от себя хочу сказать, что для меня игру года в этом году было больше, чем три. Я, опять же, не буду говорить, какая из них лучше, какая из них хуже. Просто давайте по порядку, как она там выходила. Самая первая из порадовавших игр в этом году – это были, наверное, Dragon Age – Dark Soul второй, который, несмотря на то, что по сравнению с первым не сделал вообще никаких шагов вперёд, скорее это топтание на месте. Очень во многих моментах игру всё-таки правильно расширили. То есть она разрослась не вверх, она вообще не выросла вверх, она осталась той же. Она именно разрослась вширь, очень переработали механику, очень многие мелкие финтифлюшки, которые прикольны для фанатов. И несмотря на какое-то такое топтание и ощущение, что, собственно, это конвейер и жёваная жвачка, оно быстро, очень быстро исчезает, когда ты поиграешь в игру часов пять хотя бы. То есть этого будет, я думаю, достаточно. Игра, которую можно переигрывать много-много раз, и она будет доставлять по-прежнему, потому что самое главное в этой игре – не сюжет, не какие-то там поискования, не какие-то персонажи. Самое главное – это геймплей, а геймплей в этой игре, он всё время разный. Потому что если ты играешь быстрым персонажем, если ты играешь медленным персонажем, если ты играешь магом, если ты играешь полумагом, полупиромантом и тому подобное, вариантов разнообразных, просто миллиарды, миллионов, если ты играешь только ради PvP и тому подобное, Каждый раз играется игра абсолютно по-разному И поэтому, не знаю, для меня это один из главных проектов года Кроме того, примерно в тот же временной промежуток вышел Wolfenstein New Order Который был полной противоположностью игре Dark Souls Мне не сильно понравился там геймплей Ну как не сильно понравился, он был до зубовного скрежета стандартный То есть вообще ничего нового не предлагал Хотя мясо, конечно, завезли, мясо было знатное Кишки, кровища, мозги и тому подобное Самое главное, что было в этой игре, это сеттинг, сюжет и персонаж, на удивление Давно у нас не было в играх Все пытаются каких-то персонажей создать со сложным внутренним миром Тонкая душевная натура, там тому подобные сопли А тут тупо валенок Тупо валенок, который реально рвет бошки, вырывает кишки И такой там даже занимается сексом с этой Аннушкой, по-моему Я хочу еще побольше, вот так вот То есть у него такое признание любви там Ну, крутой, квадратная челюсть, это судьба, как говорится Весь мир вот этой вот альтернативной реальности, где победил рейх и тому подобное Очень круто было прорисовано И несмотря на определенные технические сложности на выходе Выглядела игра просто превосходно Не знаю, дико понравился, для меня это, наверное, лучший шутер в этом году Кстати, по шутерам я немножко сбиваюсь с порядка Но Call of Duty в этом году мне очень сильно понравился Я вообще не любитель Call of Duty, как вы знаете Но при этом играю во все части Не очень большую часть из них я могу сказать, что прошел хотя бы до середины Потому что реально Call of Duty надоел просто уже до зубовного скрежета Одинаковая стрельба, одинаковая механика, одинаковые ситуации, одинаковые диалоги Да тупо одинаковый сюжет Вон, я не знаю, там все время Либо плохие русские, либо плохие корейцы Либо плохие, там, американцы Да кто угодно Ну, короче говоря, все время один какой-то карикатурный главный герой И, соответственно, там ему противостоит какой-нибудь такой абсолютно бравый американский совет Ой, как советский говорю Американский солдат демократии, там, все дела В этом году, как вы помните, мы делали достаточно обширный первый взгляд На основании которого я, в принципе, сделал вывод Что да, она тоже такая вот зевотная Ну, то есть, в ней появился новый, как это сказать В новый графический движок Действия принесли там уже в не совсем близкое будущее И тому подобное Но, в целом, все это виделось как каким-то абсолютно стандартным Call of Duty Именно до Детройта Но вот именно с Детройта, на том самом месте, где мы с вами закончили Вот именно с этого момента начинается нечто другое То есть, там настолько все круто Настолько крутая постановка Что Slashhammer Games, которая, в принципе, не занималась серией Call of Duty раньше То есть, она делала Ghosts в сотрудничестве с другими конторами Которые занимались там Я не помню, Ghosts, по-моему, кроме нее делала Treyarch Или какая там студия делала еще Я не помню, короче говоря Ghosts там, насколько я помню, занималась мультиплеером И то так, аутсорц, там все дела и тому подобное И в итоге там нельзя сказать, что она как-то сильно там участвовала в процессе А вот эта вот игра полностью сделана была силами этой студии И надо сказать, что, несмотря на то, что я до последнего был полон скептицизма Прошел игру просто за пару вечеров с плохо скрываемым удовольствием Там настолько много крутых игровых ситуаций Такое разнообразие Такая постановка, что, не знаю, я очень протащился Очень-очень было прикольно, очень красиво Во многом графон, конечно, решал То есть графика в игре действительно очень хорошая Это первый Call of Duty, который я могу сказать, что Просто вообще безумно-безумно красивый Реально там на уровне с какими-нибудь кукурузицами Боттофилдами и тому подобное Вот Battlefield 4, допустим Он в этом году вышел? Нет, я не помню Неважно, я про него скажу Короче, он вообще не впечатлил Вот, графон крутой, остальное все вообще никакое То есть такая стрельба мне нравится в мультиплеере Но в сингле мне охота попадать быстрее Не знаю, баллистика более сложная, чем мне хотелось бы Если я хочу поиграть в спинномозговой шутер То дайте мне спинномозговой шутер Мне не нужна там реалистичная баллистика Если она мне нужна будет, я пойду играть в арму Как-то, короче, батла не понравилась Ну, я думаю, фанаты батлы уже сейчас меня там ругают в комментариях Ну, в общем, вот мое мнение Так, ну, короче, что у нас там еще по главным играм года? Я наверняка сейчас забуду пару или тройку игр Но сейчас хочу сказать, что все-таки, наверное, самая главная игра года для меня Это Alien Isolation Я, как вы знаете, дичайший фанат серии Alien И вот это вот то, что вышло Это для меня просто идеальный продукт по вселенной То есть, во-первых, это взяли за основу самую первую часть Чужой Которая является, по-моему, самой крутой Ну, не знаю Мне и вторая очень нравится Но вторая это боевик А первый это такой sci-fi хоррор И очень крутой хоррор То есть его сейчас даже смотришь По прошествии, скольки там лет По-моему, 30 уже, что ли Сколько она там вышла? 79-й, 82-й какой-то, где-то там По прошествии стольких лет Она, несмотря на технологии, до сих пор кажется очень страшной То есть, если смотришь ее с хорошим звуком на большом телевизоре Она пробирает Либо в наушниках на мониторе Ну, тоже, в принципе, неплохо И, короче говоря, Alien Isolation игра В ней у меня, когда я узнал про ее существование У меня главная была претензия И главная настороженность по поводу чужого То есть, ну, если вас в какой-нибудь игре Пугает одним монстром То вы где-то через полчаса к нему привыкаете И уже начинаете просто, ну, тупо Не обращать на него внимания Ну, если обращаете, просто чтобы пройти А здесь эта скотина постоянно пугала Всю игру ты чувствуешь себя реально загнанной крысой Там настолько вот именно круто передано Это ощущение того, что самого чужого сделали огромному Там трехметровая дура такая ходит И ходит, топчется, как слон Там, туп-туп-туп Такие шаги, что ты думаешь Если он тебя сейчас найдет, он тебя просто тупо напополам порвет Стилистика, сюжет Вот эти вот записки все Главной героине Рипли То есть, интересно абсолютно все Я знаю, что очень многим не понравилась эта игра Но вот мое мнение Для меня самая, наверное, крутая игра в этом году Это Alien, собственно, Isolation Дальше Forza Horizon 2 Игра, которую я ругал в первом взгляде За физику, которая там реально ни рыба, ни мясо Она пытается одновременно быть похожей на Forza Motorsport Который является уже чем-то более близким к симуляторам Но все равно, по сути, аркада Она уже очень близкая к симуляторам Там, если вырубить всю помощь То нужно приучаться к местной физике И чем-то таким уже более простым Типа Project Gotham Racing Need for Speed А здесь физика была какая-то странная И ты не понимал, как машина себя поведет То есть, на малейшей кочке она улетала куда-то в небо Там и тому подобное То есть, игралось странно Но если закрыть на это глаза То перед тобой просто предстает, наверное, лучшая гонка в этом году Потому что она, во-первых, безумно красива Причем не графоном Графон, ну да, он очень хороший Там титульный эксклюзив Xbox One Вы там каких-то углов вообще не найдете Там реально очень круто выглядит Ну, абсолютно все в плане там Модель машин Тося Там именно очень красивый Очень красивый побережье Франции, Италии, Вена Ой, Вена, говорю Ну, поняли Ницца, тому подобное То есть, там вот просто настолько круто находиться Настолько праздничное настроение А там Forza Horizon Это типа такой фестиваль Туда съезжаются всякие компьютерные гики Музыкальные гики Тусовщики, гонщики Каждый там по-своему празднует А вы в это время гоняете То есть, ощущение, что постоянно ты Выезжаешь из праздника и приезжаешь в праздник Кругом народ тусует, танцует, празднует Там, пьянствует и тому подобное Очень много интересных заданий И кроме того, кооп мы с Джеком Шепардом Там не на записи очень неплохо играли Было весело То есть, реально прикольная гонка Если кто не играл, советую Придется попривыкать к физике Она попервое, вполне возможно У вас, как у меня, вызовет отторжение Но если нет, то я думаю Тогда у вас это вообще будет Просто идеальным вариантом Для того, чтобы погонять Я, кстати, так и не прошел Учитывая, что я, допустим, в какой-нибудь игре Если там можно все собрать То я вот застряну и буду все собирать Вместо того, чтобы двигаться дальше Я буду именно вот там, извиняюсь Задрачивать одно место Буду сидеть на нем, сидеть Собирать все там записочки Все коллекционируемые предметы Все кристаллики и тому подобное Это я сейчас про Far Cry И поэтому я забиваю потом на игру И отдыхаю от нее И прохожу ее дальше там через месяц Через полтора Собственно, про Far Cry 4 Еще одна хорошая игра Far Cry 4 Она, в принципе, звезд с неба не хватает Но в этом году я ничего вот такого С большим открытым миром, честно говоря, не увидел Более достойного Поэтому большую часть времени Которого мне хотелось Именно Open World Я проводил Far Cry 4 Игра очень понравилась Сюжет заметно, по-моему, хуже Чем Far Cry 3 Главные герои Главные злодеи По-моему, намного менее яркие Чем, скажем, тот же Вас, Монтенегро Или главный герой Вообще какой-то, не знаю По сравнению С этим, как его там звали-то, господи С главным героем, в общем, третьей части По сравнению Аджай Как-то вообще То есть он большую часть времени молчит И когда ему говорят Там что-то сделать Он такой Хорошо Там Аджай Иди, убей всех там Жителей деревни Он такой Хорошо Никаких там терзаний Ничего подобного То есть в основном Он именно ходит Выполняет приказы Там появилась Какая-никакая Вариативность Вы выполняете Задания Либо девушки Либо парня Я уже не помню Как их по именам Потому что Ну, блин Короче, уже много времени прошло И Если, допустим Выполняете задания за парня То это более такой Духовный путь Более правильный Если выполняете задания Для девушки Она не хочет там Сохранять традиции народа Она хочет засадить Весь керат Там Наркоплантациями Маковыми полями И Вот эту банчить наркоту И продавать И за счет этого Типа деньги в бюджет И мы там поднимем керат И будем там жить спокойно Понятное дело Что эти два направления Конфликтуют друг с другом И соответственно Вам приходится выбирать На кого работать Кому задания выполнять И соответственно Это приведет у вас К разным финалам Но при этом Игра по сути является Геймплей над тем же Самым Far Cry 3 То есть вот эти вот все изменения Это наверное единственные изменения По сравнению с третьей частью В остальном Она играется абсолютно Как Far Cry 3 Но в декорациях Гористой местности То есть теперь добавили Кошку Вы помимо того Что можете ходить Вперед-назад Можете вверх-вниз И учитывая Именно в плане Геймплейной механики И в остальном Тоже достаточно прикольно Очень красиво выглядит Очень-очень красивая игра При этом Несмотря на всю свою красоту Она неплохо оптимизирована То есть очень хорошо работает Вот Фух Что-то я наговорился Аж запыхался Кроме того В этом году вышли две игры Которые Одну я не прошел Вторую я еще вообще Толком не успел поиграть Если с первой Это Assassin's Creed Unity То есть я ее сам поиграл Как вы помните Тоже был обширный первый взгляд После этого игру играла Дарья И она там прошла Очень-очень далеко Поэтому я время от времени Видел фрагментами игру И могу сказать Что мне очень понравилось То, что я увидел Да, я знаю На ПК игра там плохо работала Выходили там патчи Уже по-моему Патчи гигов на 10 Наверное вышло После того Как игра стартовала Тормозила на двух GeForce 980-х GTX Насколько я слышал Там у кого-то То есть Ну да Есть такое дело На ПК игра плохо оптимизирована На консолях Игра тоже была плохо оптимизирована Говорят То есть На PlayStation 4 Там FPS скакал Чуть ли не до 20 Там во время того Как ты бегал в толпе На Xbox One FPS Скакал не во время геймплея Во время катсцены Тоже там Чуть ли не до 20 То есть Везде были свои бока На консолях Насколько я знаю Вышли патчи Которые полностью Убрали тормоза Ну Насколько я знаю Я не играл То есть В основном Все по слухам Но я могу сказать Что вот Когда мы играли На Xbox One Вот эти вот Падения FPS То ли я не зажженный То ли что Я их не видел Даша их не видела То есть Играли нормально Вообще Временами было Заметно там Именно в катсценах Хотя И то Это было там Реально настолько мелочь Что в принципе Придраться было Не к чему На ПК Да То есть У меня на ПК Игра дико тормозила На старом железе Сейчас я купил Видяху GeForce GTX 980 И хочу попробовать На нем Но пока руки не доходят Потому что И тут Дело подходит Ко второй игре Которую я еще Не прошел до конца Поэтому не имею Полного мнения По ней То есть Подождите По Assassin's Creed Unity Я хочу сказать Что походу Крутая игра Потому что Я видел Мне она очень понравилась Но вы реально Если будете Как я играю Играть То опять же Вы от нее Устанете Где-то на середине И вторую половину Вам придется играть Уже потом Когда вы Собственно От нее серьезно Отдохнете Потому что Мир огромный Когда вы открываете Карту Там реально Такое количество Разнообразных Значков И все Ход попробовать Все интересные Всякие задания Там Есть задания Допустим С Маркизом Да с Адом Вот там Очень крутой Такой реально Маньячин Нарок звезда И там Задание Видок Там допустим Детективное Расследование Очень много Всяких интересных Побочек Насчет основной Сюжетки Не знаю Повторюсь Сам не играл Но то что я видел Мне нравилось Видел я там Первые часа 4 Наверное По моему Прикольно Там всякие Еще какие-то Непонятные Временные Аномалии При этом Ты попадаешь В другую Временную эпоху Ну ладно Это уже спойлеры И тому подобное В общем У меня вызывает Большой интерес Юнити Те кто играли Говорят что игра Неплоха Местами даже Просто великолепно Поэтому я пока Еще не прошел Не могу про нее Конкретно говорить Но вроде как Это один из Главных проектов Этого года Теперь Еще одна игра Которую я сейчас Активно играю Но при этом Которую я пока Еще не сложил Про нее мнение Конкретно Это Dragon Age 3 То есть когда мы Делали первый взгляд Это опять же Было совсем недавно Буквально там Месяц назад Наверное Я сказал что В принципе игра Заметно лучше второй части Но хуже первой Не знаю Впервые как-то Все было очень цельно Именно вот такой Вот был мир Ощущение Надвигающейся угрозы Графика по тем временам Была крышесносная Ну графика сейчас Вот в Dragon Age Но она и сейчас Крышесносная А здесь как-то Не знаю Большую часть времени Уделялось гринду Всякему собирательству И тому подобному Ты главный инквизитор Бегал по полям И собирал для своей армии В одиночку припасы Не знаю Для меня это было странно Поэтому игру я Как-то ну так Очень плохо К ней относился Сюжет Тоже Персонажи Че-то как-то Меня совершенно Это не торкало Но все Все в один голос Говорили мне Чтобы я прошел Эверу Там я не знаю Часов на 30 Вперед И тогда ты мол Расчувствуешь И все будет хорошо И знаете Я прошел игру Где-то наверное Часов на 50 Сейчас вперед И она великолепна То есть Да это по-прежнему Гринделка И по-прежнему Ощущение Что они взяли ММОРПГ Отрубили Весь мультиплеер Оставили Вот это вот Собирательство Я не знаю Зачем там Маунты Вообще допустим Ну то есть Это верховые Ездовые животные Которые В принципе При небольших Размерах Карт Не знаю Они как-то Для чего Они там Зачем на них Там ездить И тому подобное Постоянно есть ощущение Что играешь ММОРПГ Боевка Опять же Очень похожа На ММОРПГ Какой-нибудь World of Warcraft Но Блин Я не знаю Я вот просто Я не знаю Что меня прикалывает Сейчас в этой игре Сюжет Ну такой Достаточно неплохой Было несколько моментов Допустим С теми Временными магами Опять же Спойлер Не буду развивать Эту тему Но короче говоря Я в этом моменте Просто у меня Мурашки бегали И вот этот вот час Который шел На эту сюжетную миссию Я считаю Одним из самых ярких Впечатлений этого года Это настолько протащило Настолько было жутко И интересно Одновременно Что просто вообще Супер А в остальном Боевка Странная Персонажи Я не могу сказать Что там Ну не знаю Там же это же Dragon Age Игра от BioWare То есть Одновременно Помимо там Эпика Еще и симулятор свиданий Ну то есть там Там нет красивых баб Там не с кем мутить Поэтому просто ходишь И занимаешься сюжетом Девушки будут играть Там нет нормальных мужиков С которыми можно мутить Ну я не знаю Может быть для них есть Но я не вижу Там какие-то все Лощеные У кого-то усики Крученые Кто-то там Я не знаю Такой вот Такой вот прям Железный бык Ну то есть Гора мускулов Урод Тупо урод Реально Конченный урод Не знаю Кто-то гном У которого там Такая попаха на груди Там распахнута И Рыжий там Лохматый грудь торчит Там подобное Не знаю Короче В плане персонажей Какой-то швах по-моему Но при этом Я реально понимаю Тех людей Которые говорили Про то что Вот игра интересная Именно вот Не знаешь чем Но она интересная Интересно исследовать Окружающий мир То есть я Полностью Прочистил Внутренние земли Штормовой берег Оазис Что там еще было Валруйо Валруйо Не помню Короче Почистил все локации И Не могу сказать Что у меня это вызывало Какую-то зевоту Помимо основных Сюжетных заданий Мир реально Интересно изучать То есть Вот это очень круто Ну и кроме всего прочего Графон Особенно штормовой берег Я не знаю Когда я первый раз Попал на штормовой берег У меня пачка отнесла Я думал Что я уже видел Все самые красивые игры Этого года Но когда Dragon Age Я запустил Это действительно Был такой шок Вообще Не знаю Штормовой берег Это локация Которая выглядит так Что там Ну просто можешь Щелкать скриншоты Постоянно То есть вообще Хоть ты тупо в землю Упрессерно Будет красиво Там постоянно идет дождь Прибой реально Штормовые волны Которые разбиваются Там Волноломы Стоят огромные статуи Там Гномов С поднятыми Молотами И тому подобное Разнообразные Гноми и пещеры В которых там тоже Стоят всякие Тотемы То есть Настолько крутых Визуально Игр я честно говоря Не припомню За очень долгое время Очень-очень красиво Выглядит Возможно Assassin's Creed Unity Технологичнее Не знаю Но вот эта вот игра По-моему Самая красивая В этом году Из того что я видел Собственно вот Я думаю Я там про многое Забыл Есть много Спорных проектов В этом году Которые люди ждали Но в итоге Разочаровались Это скажем Допустим Watch Dogs Мне игра Watch Dogs Понравилась Вот допустим Например Я знаю Что очень многие Игру откровенно Поносят И я их понимаю То есть Все их претензии Они оправданы Во-первых Нам дали совершенно Не то что обещали Во-вторых Скажем Тем же телефоном Вообще Можно не пользоваться Сюжет Вообще Никакой То есть Сюжет Реально Для связки Служит Когда ты проходишь Игру У тебя единственный Вопрос Че То есть Вот все твои Вопросы Какого Че На чем На чем закончилось Вообще Зачем все это было Кто Зачем Что Что за группировка Хакеров Под конец Нарисовалась Какого черта Вы от меня Хотели Вообще И тому подобное Но при этом Не знаю Физика машин Тоже не оправдалась Вообще То есть Ездят тупо Куски кирпича Вот У них физика Кирпича И все Как хочу Так и еду В общем Вот такая машина Стрельба Мне понравилась Интересная Стелс Такое Перекочевал По ощущениям Прямиком С Splinter Cell Конечно То есть Телсит тоже Интересно Но Вот Физика Передвижение Машин Сюжет Все это В целом Как-то Ну не позволяет Игру любить Очень плохая Оптимизация Была на моменте Старта Как опять С тем же Юнити Но при этом Сам открытый мир Там был очень крутой Там было прикольно Ходиться Это конечно Не GTA 5 Где там реально Просто можешь Стоять на месте Вокруг тебя Будет Мир Жить своей жизнью Здесь он все таки Немножко заскриптован Все происходит Немножко по другим законам Но в целом Выглядит круто Наблюдать интересно Не знаю В общем Достаточно спорная игра Кстати Напишите Какие игры вы ждали Как они вас разочаровали В этом году Среди прочего Тоже будет интересно Почитать Но самое главное Давайте уже с играми Закончим Самое главное Что Что я хотел сказать Самое главное Не забыл Ладно В общем С играми мы с вами Закончили А вот Самое главное Самое главное Пишите о том Что у вас было В этом году Собственно Потому что Я знаю Год был непростой Причем Был непростой Абсолютно у всех В этом году Было столько событий В политике В личной жизни В экономике То есть Постоянно какие-то Затыки Но так как канал У нас не о политике Мы о политике Говорить не будем Потому что Политики Они все должны Идти в жопу А мы должны Жить своей жизнью Верно Потому что Стравливаются народы Просто иногда По смешным причинам А иногда И по не очень смешным Ну да ладно Короче говоря Просто надеюсь Что у вас В жизни все хорошо Надеюсь Что если у вас Какие-то проблемы В жизни То вы их оставите Просто Ну не знаю Сейчас взяли Короче оставили В этом году А в следующем году У вас все будет хорошо У вас будет Мирное небо над головой У вас не будет Никаких стихийных бедствий У вас не будет Никаких потрясений В экономике Я надеюсь Что у вас все будет Хорошо с работой Все будет хорошо С денежками И все будет хорошо В личной жизни Ну и самое главное Берегите мам Пап Родных своих Потому что Это самое главное По моему Самое главное Это семья От себя могу сказать Что у меня этот год Был ну Как-то так Не знаю В целом он был Наверное неплохим Но скорее средним При этом было Несколько очень ярких Моментов Не просто ярких Были знаковые моменты Я там Женился Допустим Но кроме вот Таких вот Очень положительных Реально Я не знаю Очень счастливых моментов Были И не самые приятные моменты То есть шла обычная жизнь Не могу сказать Что там Какие-то Моменты Из моей жизни Можно по ним Там Снять фильм Который будет жизнерадостным Просто обычная жизнь Но я все-таки Надеюсь Что и у вас И у меня И вообще у всех И у доброжелателей И у недоброжелателей У всех Все будет хорошо В общем Вот такие вот у нас дела В следующем году Я еще не знаю Что будет в следующем году Я постараюсь сделать Все примерно Так же Все делать В том же объеме Возможно Буду развиваться В какую-то сторону Не знаю Планов-то у всех У нас громадье Реализовать их Временами Бывает достаточно сложно Ну короче говоря Я опять наговорил На полчаса Причем В основном Мы с вами Говорили об играх Хотя Игровой канал Что тут скажешь Об играх Мы и говорили В общем Пишите свои главные игры Можете составлять топ Можете просто писать Там через точку Главные игры Только по три Потому что будет Такая путаница Все это потом Систематизировать Я реально офигею Это последнее видео В этом году То есть До следующего 2015 года Мы с вами Скорее всего Не увидимся У меня есть Интересный материал Как некоторые люди Наверное знают В основном Те которые читают Мою страницу Вконтакте Не так давно Буквально Неделю назад Nvidia и Ubisoft Позвали меня В офис Nvidia Ознакомиться С последними Технологиями И технологическими Достижениями Компании На примере Far Cry 4 Ну и кроме всего прочего Посмотреть на другие игры На другие технологии И я конечно же Воспользовался Предложением Потому что Под Новый год Съездить в Москву Это просто Просто прелестно Вы посмотрели На новогоднюю Москву Это действительно Было очень красиво В общем Материал весь отснят Я не знаю Сейчас с новогодними Вот этими всеми делами Когда именно Я его смонтирую То есть именно Очень много Очень много монтажа Возможно Я его выпущу До Нового года И тогда я вас Сейчас обманываю О том Что вот это видео Которое вы смотрите Последнее В уходящем году Возможно Я его выпущу Уже после новогодних Праздников Возможно Я его выпущу В новогодние праздники В общем В ближайшее время Поэтому заверяю На канале Будет интересно Будут новогодние видео Как в прошлом году Немножко на другие игры Но я думаю Будет весело И кроме всего прочего Я вот сейчас Вот сегодня Думал Что неплохо Было бы Наверное Удариться в ностальгию И я верну Одно Очень ностальгическое Прохождение На канал Это будет сюрприз Он пойдет Либо с первого Либо со второго января Но я думаю Наш Белобрысый Ушастый друг Уже в предвкушении Если вы понимаете О ком я Короче говоря Пока что Я вас не поздравляю С новым годом Потому что Поздравлять до нового года Собственно С новым годом Немножко глупо Тем более Осталось вот сейчас На моей записи Два дня еще Я вас поздравляю С наступающим Желаю вам всего хорошего Здоровья Денег Счастья И всего Спасибо что смотрите Увидимся С вами был Артур И я надеюсь Еще будет Всего хорошего Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok